Здравствуйте, это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. В Новосибирске стали чаще выпадать из окон маленькие дети. И это несмотря на многочисленные предупреждения об опасности. Но мы все же напомним основные правила вместе с начальником отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска Инны Воротецкой. Инна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. С Вашего позволения, я признаюсь зрителям, что это именно Вы искали выход в СМИ, чтобы сообщить об этой проблеме, чтобы заявить о ней еще раз. Неужели она не становится менее актуальной? Дети по-прежнему выпадают из окон. К сожалению, по печальной статистике, которую я сейчас озвучу, в 2015 году таких случаев выпадения детей из окон было 12. Из них 2 со смертельным исходом. В 2016-м 17 случаев выпадения, из них 5 со смертельным исходом. И за период 2017 года уже 10 случаев, из них был 1 со смертельным исходом. То есть такие случаи становятся даже больше, да? Да. К сожалению, цифра увеличивается. Чем мы и обеспокоены, в принципе. Инна Сергеевна, а есть какой-то классический сценарий? То есть либо родителей не было дома или в комнате в этот момент, либо они сидели рядом, либо во всех случаях была москитная сетка. То есть вот классика жанра, как она здесь выглядит? Знаете, Вячеслав, практически все родители находились рядом с детьми. Буквально на минуту, некоторые говорят, даже на секунды какие-то отвлеклись, вышли в ванную комнату, в кухню, вернулись, то есть детей уже нет. Москитные сетки при этом стояли на окнах, но, к сожалению, москитная сетка не может выдержать вес ребенка. И вот трагические случаи случаются, даже если и стоит она. А возраст детей какой примерно? Это обязательно малыши, которые только начали ходить и интересоваться? В основном да, да. Дети, познавая мир окружающий, да, конечно, им хочется, если они видят свободный доступ к открытому окну, выглянуть, посмотреть, изучить, при этом не испытывая никакого страха. У вас даже есть специальные памятки, да? Вот как вы их используете? Давайте расскажем. Да, у нас есть памятки, как защитить ребенка от падения из окна. На двери многоэтажных домов такая памятка достаточно, вот она располагается, то есть и находится в доступном месте, где каждый родитель может ее увидеть и все-таки обратить на него внимание, не просто пройти мимо. Там конкретно указано, что на ручки окон нужно устанавливать фиксаторы, либо стопоры они называются еще. Если ребенок находится все-таки в комнате и вы решили, да, проветрить окно, то обязательно делайте это в режиме проветривания. Здесь уже у ребенка будет менее близкий доступ к окну. И еще хотелось бы отметить, если есть мебель вблизи подоконников, то, в принципе, родитель сам провоцирует ребенка, и эта мебель, она послужит ступенью. Я слышал, что есть специальные какие-то крепления для москитных сеток, которые невозможно выдавить, вот какие-то такие устройства. Вот про это рассказываете? Конкретно каких-то вот устройств, которые могут все-таки предотвратить падение и удержать вес ребенка, их нет. То есть нет у нас уверенности в том, что ребенок, когда оказывается на подоконнике, он, в принципе, сетку воспринимает как обычное стекло и, возможно, облокачивается на нее, играя при этом на подоконнике. И, опять же, это вопрос к родителям, почему нужно объяснять детям, что это ни в коем случае не место для игр и сетка, но она не выдержит. Были случаи, когда у нас ребенок упал из окна восьмого этажа, да, конечно, были травмы, вот, но остался жив, и это очень хорошо. Такое относительное чудо, конечно. Это чудо, да, упасть с восьмого этажа и остаться живым. Если, позвольте, свои пять копеек внесу, поскольку я отец двоих детей, живу на первом этаже, вот я специально принес с собой вот эту вот ручку оконную. Буквально за несколько секунд моя жена, не я сам, своими женскими хрупкими руками открутила эту ручку не только на одном окне, да, на всех окнах в квартире. А после того, как услышала, что произошел очередной трагический случай с ребенком. Поэтому я хочу обратиться к зрителям. Пожалуйста, вот прямо сейчас, не пожалейте времени, возьмите, открутите ручку, положите ее на шкаф рядом с окном. И через неделю вы привыкнете, что если вы не используете окно, вы тут же снимаете ручку. Понадобилось окно, вы надеваете ручку, и окно безопасно, даже в режиме проветривания. Поверьте, вот это стоит жизни вашего ребенка, уж точно. Кто, как не мы, да, несем ответственность за наших детей. Я надеюсь, что если даже одна семья задумается о том, чтобы обезопасить свои окна, значит, это интервью было не напрасным. Спасибо вам большое за него. А я напомню, простые правила, которые обезопасят ваших детей, напомнила сегодня начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска Инна Воротецкая. Это был наш Новосибирский диалог. Берегите своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова